Всем привет! И с вами Арманиус! И мы продолжаем играть в игру под названием The Sims 4. И это 31 серия моего летсплея. И да, ребят, блин, я записывал второй раз. У меня, короче, не записалось ничего. Короче, один день уже прошёл здесь. И я смотрю, и ничего не записалось. Конечно, очень жаль. Но я не стал потом перезаписывать. Короче, продолжаем. В тот день у нас... Что было у нас интересного? Давай сейчас я по порядку расскажу, что было. Во-первых, выросло вот это вот растение, жвачное. В предыдущей серии она выросла. Потом все отправились на работу. Келвин и Кассандра получили повышение. Эмма тоже... Эмма просто работала, она повышение ещё не получила. Так. Что потом? Потом, наконец-таки, у нас сломались вот эти штучки. Микрофон... Как их называют? Я забыл. Аудио какие-то... А, магнитофоны, да. Вот. Сразу две штуки аж. Потом... Что ещё было? Дон нашёл карту. Келвин нарисовал шедевр. Да, прям называется так. Шедевр. И она стоит очень дорого. 717 миллионов мы продаём. Он сейчас пойдёт ещё раз рисовать. Так. Реалистичную картину. 107 миллионов, отлично, пускай рисует. Что ещё было? Так. Мелисса сделала домашнюю работу. Ну и больше, кажется, ничего. А, нет, прощите. Мы с Мелисса ходили в гости к панкейкам. Мы ходили в гости, потому что там у них есть сын. Его зовут Саймон. И они, короче, поболтали немного. Мы даже его домой сюда пригласили. Вот. Да, мы будем с ним общаться. Это сын Боба и Элизабет, кажется, её зовут. А, нет, Элизы. Да. Вот. Это кто у нас бегает? Неужели это Белла? Белла Готт? Она до сих пор бегает. Скоро старая будет. И сегодня у нас день рождения у Дона. Сегодня у неё день рождения. Мы будем сейчас праздновать. Наверное, вечеринку устраивать не будем. Потому что, не знаю, я не хочу устроить вечеринку. Просто-напросто устроим дома такую семейную вечеринку обычную. Эмма может вставать уже, идти в туалет. И что она ещё будет делать? Она голодная. Пускай она откроет и съест что-нибудь интересное. Да. Так. А Дон, он сейчас сходит в туалет. Где у нас туалет? Вот он у нас в туалет. И мне нужно поставить этот. Как его, блин? Таймер, да. Сейчас я таймер поставлю. Сейчас. Так. Всё, таймер я поставил. Отлично. Так, Дон сейчас... Так, он будет у нас уже старый. И вы посмотрите, что он рисует. Прикольно. Так. Растение наше выросло. Я так рад. Неужели оно выросло? Дон хочет отпраздновать день рождения, устраивая потрясающую вечеринку. Нет, вечеринку мы устраивать не будем. Может, какой-то мальчик есть. Так, Дон. Давай, переодевайся. Сменить одежду. Келвин заканчивает рисовать. Вот Келвин, он уже каждый раз рисует шедевры. И сколько оно стоит? Тысяча пятьсот семиллионов, ребят. Мы теперь будем зарабатывать на картинах, ребят. Это круто. Давай, ещё что-нибудь нарисуй. Классическая картина. Сто семиллионов. Тоже нормально. Давай, классическую нарисуй. Мне кажется, даже больше дадутся классическую. Так, а наша... Кассандра, она... Ничего особенного не делала. Она играла на пианино. Получила повышение. Ну и всё. Да. Так, Дон идёт сейчас чинить вот эти штучки. Он будет повышать у нас навык механики. Давай, Дон. Надеюсь, он починит. И его не ударит током в день рождения. Да, очень на это надеюсь. Включить эмоциональную атмосферу. Круто, круто. Я не знал, что здесь есть такое. Так, Эмма. Всё. Ты поела? Да, она поела. А, в предыдущей серии мы ещё накопили денег. И заплатили за свет. И он опять вытащил торт. Ребят, это жесть. Он только вот минут где-то... Две минуты назад вытаскивал торт перед записью. Я его покормил. И он опять вытащил торт. Он вообще голодный. Жесть. Так. Уходящий звонок. Ответь. Мама звонит ей. Так. Творец. Давайте мы покормим его опять. Получим второй навык механики. Отлично. Потом ты пойдёшь чинить вот эту вот штуку. Чинить. Надеюсь, что его током не ударит. Давайте посмотрим, как она будет его кормить. Что это, мясо? Съел. Он голодный. Потом он должен приступить... К работе? Нет, ребят. На работу мы сегодня не пойдём. Нет, нет, нет. Ни в коем случае. Так. Нам нужно позвонить и взять отпуск за свой счёт, если такое имеется. Так, как это сделать? Взять отпуск, спортсмен. Ты починил? Да неужели он починил, ребят? Разобрать на детали. Сколько у нас время? Уже час. Дон берёт выходное. Хорошо отдохнуть. Круто. Всё, мы в отпуске. Один день всего лишь. Нормально. Так. Дон получает две детали для улучшения обычных предметов. Круто, круто. Давайте мы это уберём. Так. И теперь... Так, нам нужно устроить вечеринку. Только как мы её устроим? Не будем, да, устроивать? Сейчас Эмма быстренько приготовит что-нибудь интересное. Так, выброси испорченную еду. Хотя... Стоп. Мы сделаем так. Откроем. И перенесём сюда. Всё. А Эмма приготовит сейчас... А давайте нет. Давайте, подождите. Давайте мы сделаем изысканное блюдо какое-нибудь. Вот. Какой-нибудь чёрно-белый торт. Мы такой ещё не делали. Мы делали бело-чёрный. А теперь сделаем чёрно-белый. Деньги теперь у нас прямо рекой текут. Вообще, круто. Так. Что будет делать наша Кассандра? Вау! Ребят, круто. Классическая картина. Я её здесь оставлю, ребят. Нет, я продавать не буду. Ставим картинку в рамку. И вот как-нибудь... Можно как-нибудь... Почему-то она не хочет ставиться. Возможно, можно в режиме... Стоп. Сейчас. Да, в режиме можно. Круто, круто. Сейчас. Всё. Вот так мы оставляем. Сейчас. Он прям вообще классно рисует. Давайте ещё что-нибудь. Импрессионит какая-то там. Не хочу читать. Так, Дон. Смотрит телескан. Эмма, ты чё, тоже на работу идёшь? Ну нет. На работу всё никто не идёт. Взять отпуск. Бери отпуск. Что там происходит? Что с ним? Не послышали, что он что-то ел. А, это, наверное... Кассандра его покормила. Молодец. Молодец, Кассандра. Так. Дон не идёт на работу. Пока что давайте мы поищем камень. Пока что ещё вечеринка не началась. Так. Дон Лотарио сейчас найдёт какой-нибудь камень. Я не знаю, где он найдёт. Ну, сейчас поищем. Вдруг найдём. Так. Вот камень. Будем выкапывать клад. Вдруг мы сейчас найдём куклу Вуду. Вот, ребят. Кто знает. Вдруг сейчас найдём. Ремонт. Палец прищемила. Ну, ладно. Ничего страшного. Смотрим, как она готовит еду. На работу она не должна идти. Она должна своему мужу. Вот Наталья... Вот эта Наталья... Как её зовут? Наталья Баранова. Она всегда приходит вовремя, когда у нас вечеринка или ещё что-нибудь. Блин, такая смешная женщина. Всегда приходит, когда у нас вечеринка или мы что-то готовим. Так. Смотрим, что там Дон у нас найдёт. Очень интересно. Вдруг куклу Вуду. Давай, только не клад. Пожалуйста, только не клад. Блин. Ну, зачем он опять этот... Этот выкопал? Ладно. У нас, блин, эта карта так редко появляется, а он... Всегда находит этот клад. Ты можешь полить растения? Эмма берёт выходной. Круто. Всё, иди. Сюда. Эмма приготовила торт. Пускай она сейчас быстренько поухаживает за садом. Она может собрать урожай. И что же это будет сейчас? Давайте посмотрим. Надеюсь, это будет орхидея, ребят. Я очень на это надеюсь. Итак. Орхидея, ребят! Красивый экзотический цветок. Круто. Неужели? Так. Интересно. Здесь вырос... Вырос гранат. Если он сейчас вырос, я буду в шоке. Да, я буду в шоке, если сейчас он вырос. Ну уже, Эмма, не стой. Давай. Надеюсь, сейчас она гранат соберёт. Давай, Эмма, гранат. Яблоко, гранат, редкий плод с красной кожурой и терпкими съедобными семенами. Круто. Всё, мы садим. Садим мы орхидею. Кажется. Да, если не ошибаюсь. И гранат нужно посадить отдельно. Да, мы сейчас гранат тоже посадим. Посадим, а не посадим. Окей, так. Садим гранат. Нам так тяжело это всё досталось, но мы всё-таки смогли это всё сделать. И это прям вообще круто. А вот питая у нас ещё не выросла. У нас ещё должна скоро питая вырасти. Всё, ребят. Давайте мы сейчас устроим день рождения нашему Дону. Так, Дон. Добавить свечей на торт. Сейчас он станет старый. Ну блин. Почему именно сейчас это всё ломается? Так, Мелисса. Что ты делаешь? Она голодная. Прочти, давай ты позвонишь этому. Ему, короче, позвонишь. Как его зовут? Саймон? Да, Саймон. Так, Келвин, ты нарисовал картину? Вау, ребят. Ну почему он такие красивые картины рисует? Я не могу понять. Всё, мы продаём. Вот эта картина просто жесть. Я в шоке. Вот эта вообще красивая. Кто там стоит? Гном. Круто. Одна деталь для улучшения сантехники. Разобрать на детали. Давай, разбирай. Деталь для улучшения сантехники. Ребят, я надеюсь, вы смотрели вторую серию сериала 13 дней Санчеза. Я там озвучивал, если кто не догадался, то я там озвучивал этого копа. Не только копа, но ещё и сантехника. Блин, некоторые ушли на работу, но ничего страшного. Добавить свечей. Нет. Мелисса, ты что нам торт испортила? Ну блин. Мы только хотели... Только хотели добавить свечей, но тут она испортила нам торт. Ну ладно, мы тебя прощаем. Всё, ешь торт. Она голодная просто. Ничего страшного. Так. Ну же. 15.21. Время уже 17.21. Блин, мне показалось 15. Так. Чё ты стоишь? Ты можешь его поздравить с днём рождения? Мы не можем. Так. А то это сверкает. Да, вот это, смотрите, горит. Круто. Сейчас он станет старый, но... Мы ещё стариками не играли, ребят. Посмотрим, что же у них интересного. У стариков. Так, ждит свой торт. И сейчас мы справим твой день рождения. Почему она в холодильник не идёт? Всё. Келвин может ещё порисовать. Давай, Келвин. Нарисуй какую-нибудь реалистичную картину за 107 миллионов. Давай. Скоро он повысит навык. Какой у него навык? У него навык седьмой. Скоро будет восьмой. Круто. Вау, как она готовит, ребят. У неё какой будет навык? У неё будет навык изысканной кулинарии четвёртый. А вообще кулинарии у неё восьмой навык. Скоро будет девятый. Куда-то она отправилась. Стоп, а что у неё за одежда? А, она у нас нянька работает. Ладно, пускай отправляется... Пускай отправляется на работу, да. Так, упорно работать? Нет, мы упорно работать не будем. Интересно, она может повышать... Ой, получать повышение. Вот. Общаться с коллегами. Пускай общается. Хотя нет. Как будто обычный режим. Так, у неё будет пускай... Она когда получит повышение? Так, второй навык. На гитаре или на скрипке? На скрипке у нас есть второй навык. Всё, Эмма, ты приготовила? Да неужели? Всё. Добавляем свечей на торт. Всё, празднуем день рождения. Что-то они все решили... Загадать желание. Круто, всё. Празднуем день рождения. Круто, круто. Всё, он задул свечи. Дон Лотарио теперь пожилой персонаж. Пожилой возраст. Морщинистые животы. Седина. И постоянная дремота. Веселитесь, не думая про смерть за углом. Всё, ребят, он старый. Ну, мне кажется, он почти вообще не изменился. Вот, не знаю. Как был взрослый, так взрослый, как будто и остался. Сейчас он обычно одежду оденет. Вау. Круто. А почему у него седая голова? Можно сделать такую, знаете, здесь такая есть прическа, типа... Не прическа, а цвет волос, типа полуседая, полу... Такая нормальная. Кэлвин заканчивает рисовать шедевр. Круто. Так, шедевр стоит 1451. Довольно... Простите, давайте посмотрим внимательно, что это у нас. Это у нас какой-то стол вместе с пером. Ладно, мы его всё равно продадим. Какие большие деньги мы зарабатываем. Так, Дон. А, давайте сейчас мы зайдём в... Куда мы зайдём? Мы зайдём сейчас в... Прочите, не примерять одежду, а подобрать костюм. В касс сейчас зайдём. Так, давай. Посмотрим, что там есть для стариков новое. Потому что он не будет ведь всегда ходить такой. Ну, знаете, он даже не горбится. Он ходит так нормально. Так. Давайте посмотрим, сейчас что-то появилось. Сколько мне осталось снимать? Так, ещё 5 минут. Так. У нас такая седая голова. Вот, кажется, вот это. Да, вот, ребят. Я про это говорил. Полуседая, полу такая чёрная. Я думаю, это больше ему подходит. Ну, жесть, ребят, он постарел, да. Так. Усы, я думаю, надо ему побольше. Можно вот так сделать? Почему бы и нет? Смотрите. Хотя нет. Нет, нет, нет. Что-то не то. Пускай так будет. Да, всё, круто. Видно, что у него уже телосложение какое-то другое стало. Только посмотрите, сейчас. Да, видно, что другое стало. А если мы его седым сделаем? Давайте посмотрим, что будет, если... Вот это, да, седой? Или как? Ой, я не знаю. Вот это, наверное. Не знаю. Мне почему-то вот так лучше кажется. Где было? Да, вот так. Вот так, мне кажется, намного лучше. Так, а брови? Где брови? Почему я не могу брови? А, брови, да. Вот так. Всё. Всё, давайте посмотрим, какие у нас здесь есть костюмы. Я даже сейчас не хочу изменять. Даже не знаю. Наверное, я не буду сейчас пока что изменять. Хотя, давайте посмотрим просто. Нет. Это уж что-то не то. Это тоже к нему не подходит. А это? Ну, это более, знаете, подходит. Но всё равно не то. Пускай будет так. Да. Так. Всё, так. Нажмите B в режиме строительства. Жалко, что нет, знаете чего? Нет вот этих палочек для стариков. Мне они не всегда нравились. Вот оно было в дополнение за 73 все возраста. И мне так нравилась эта палочка. Я всегда покупал. То, что он добавляет более реалистичности старым персонажам. А здесь такого пока что нет. Но я думаю, вскоре добавят, возможно. Да, надеюсь, что добавят. Нажмите G, чтобы включить или выключить сетку в режиме строительства. Хорошо, надо запомнить. Так, всё, он старый. Прикольно. Что он будет делать теперь? Так, врать про карьеру. А, это... Так. Отправиться на пробежку. Он хочет взять еду. Пускай поест. Эмма у нас ещё взрослая. Она у нас постареет только через 8 дней. Это очень долго. Пускай она будет поливать растения. И будет... Можем полоть? Полоть. Да. Наши растения потихоньку растут. Всё, пускай ему будет ухаживать. Келвин пускай спит. Неужели он хочет спать? Нет, я думаю, тебе нужно встать. Это что? Это большая реалистичная картина. Вот это белка, ребят, жесть. Это просто жесть. Она такая классная. Я не знаю, куда её добавить. Он её нарисовал в предыдущей серии. Она почему-то исчезла, но сейчас появилась. Так, надо подумать, куда я поставить. Почему бы сюда? Нет, она не подходит. Мне кажется, она в кабинет подойдёт. Да, вот сюда вот. Куда-нибудь сейчас здесь. Блин, что-то она не ставится. Почему-то рамка, она чёрная. Ну ладно, пускай стоит здесь. Можно рамку убрать? Без рамки как-то не то. Пускай будет с рамкой. Да. Так. Что ещё у нас есть? Кэлвин, что ты делаешь? Он хочет спать. Думаю, что тебе не так уж и обязательно спать. Давай ты будешь рисовать уверенную картину. Да, круто. Так. Дон теперь старый стал. Мы давно... Мы вообще, кажется, не играли, да? Я за старых персонажей. Пожертвовать на благотворительность? Нет, мы этого делать не будем. Интересно, старые персонажи могут иметь детей? Мне кажется, могут. Да, наверное, могут. Что это у нас? Полоть. Она так долго ухаживает за садом. У неё столько растений. Это прям жесть. Но он зарабатывает 196 миллионов. За что? За то, что болтает? Просто так? Я не знаю. Так. У неё прям отличное настроение. Чем бы ему заняться? Я думаю, ему нужно повышать свой навык фитнеса. Потому что у него есть такая жизненная цель. И теперь у нас... Мы прожили 87 дней. Да, много. Десерт Чарли. Мелисса присматривает за ребёнком в новой семье. Она готовит... Что? К виною и капусту. Чарли её очень любит. И всячески игнорирует грохот из детской. Как вдруг становится очень тихо. И... Тоненький детский голосок спрашивает. А можно мне печеньку? Но до ужина Чарли нельзя давать никакой печени. Попросить подождать. Итак... Надо же. Для 4-летнего Чарли очень хорошо развиты лёгкие. Мелисса практически запихивает в него зелёное. Всё у нас уже. Время закончилось. Так, после трёх истерик, одного ужина и одной печеньки, Чарли наконец-то вкладывается спать. Так, круто. Сколько у нас Мелисса заработает? Очень интересно. Игривая, да, ей нужно? Так, давай, Дон. Занимайся спортом. Будешь поддерживать своё здоровье. Мне кажется, он долго проживёт. В старом возрасте. Как будто даже он и не старел. Кто там разговаривает? Да ты разговариваешь. Эмма ухаживает за садом. Да, я надеюсь, что мы в следующей серии. Даже нет, не в следующей, нет, ребят. Это очень долго. Наверное... Хотя, кто знает, вдруг в следующий мы сможем... Сможем, наконец-таки, взять отросток и привить его, например, сюда. И у нас получится... Цветок смерти, да. Очень жду, когда у нас это получится. Яблоко, гранаты, вишни. А здесь у нас питая. Мы здесь скрестили клубнику львиный зев, у нас получилась питая. А питая с львиным зевом получится у нас потом жвачное растение, да. Да, круто. Всё. Ребята, я заканчиваю серию. Надеюсь, она вам понравилась. Вау, как там красиво. Да, надеюсь, она вам понравилась. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео. С вами был Арманиус. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok